Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альфокс представляют Доброго времени суток всем вам, дорогие друзья, которые зашли на канал Альфокс-клуба Альпийского лиса И сегодня я по многочисленным просьбам своих друзей, знакомых, все-таки решился запилить видос приготовления классического борща Этот рецепт еще дала мне моя бабушка, его прекрасно готовила моя мама, теперь готовит его прекрасно моя жена Ну и когда выдаются свободные минуты, а самое главное настроение, этот борщ готовлю и я И как говорят многие мои родные и знакомые, почему-то у меня этот борщ получается вкуснее Сегодня я вам покажу буквально просто технологический процесс Я не люблю длинные видео, где показывают процессы нарезки, процессы приготовления Это все затягивается настолько, что можно намного уместить в более короткий ролик Поэтому я сегодня буду стараться быть лаконичным и показать только самые основные технологические моменты Ну а то, насколько вам понравится, если вы тоже последуете моему рецепту и вздумаете приготовить этот борщ Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Итак, мы начинаем приготовление классического борща Для приготовления нам понадобится кусочек мяса по вашему выбору Это может быть или телячье мясо, или свиное кусочек свинины Ну и вдобавок к нему взять пару головок сахарной косточки Обязательный ингредиент свекла Потому что родоначальник борща, это все-таки был свекольник Картофель появился намного позже Вы знаете, к нам он прибыл из Южной Америки Несколько коренев петрушки, по вашему усмотрению Несколько коренев моркови Три-две с половиной ложки белой просеянной пшеничной муки Зелень для украшения последствий готового блюда Пару вилков, но может быть и один вилок капусты Пару головок репчатого лука Масло подсолнечное И кусочек сливочного масла Грамм 50, можно даже чуть-чуть больше, а можно и меньше Вот это основные ингредиенты, которые понадобятся нам в сегодняшнем приготовлении нашего блюда Для того, чтобы начать приготовление, мы должны подготовить их путем очистки картофеля Очистки и нарезки петрушки корня Нарезки корня моркови Нарезки свеклы И, конечно, нарезки капусты и лука Именно этот процесс и занимает больше всего времени Именно в этом процессе и надо подойти наиболее тщательно И так, за работу А тем временем, пока мы будем заниматься нарезкой наших овощей Мы отправляем кастрюлю с водой Сначала сахарные косточки И после кипения 15-20 минут Мы отправляем кусочек мяса Воды наливаем приблизительно половину кастрюли И после этого отправляем сначала сахарные косточки Отправляем их в кастрюлю А после закипания, через 15-20 минут Отправляем и кусок мяса На разогретую сковороду Буквально 1-2 ложки подсолнечного масла И после этого начинаем засыпать нарезанную свеклу Не бойтесь ее добавить по количеству Так как этого борщ будет иметь более интенсивную краску И будет более вкусно Свекла пассируется В результате пассировки ее объем несколько уменьшится А мы тем временем берем кусок мяса И опускаем его в наш бульон из косточек Продолжаем варку на медленном огне Чтобы свекла сохранила свой цвет Добавляем кислую среду Выжимаем 1 лимон Который потом несколько долек Можно будет добавить И непосредственно готовый продукт В борщ Один из этапов уже идет Мясо варится Включил вытяжку Желательно включить вытяжку Ну а свекла тем временем Пассируется на переведенный медленный огонь Свекла в стадии готовности Она должна еще дойти в самом борще Чтобы не было мягкой, а была несколько твердой Так будет бочка с ней Мы ее снимаем с плиты Морковь Разрезаем целую морковь Целую морковь разрезаем на несколько частей Приблизительно длиной Спичку И после этого разрезаем на полосочки И после этого режем уже ее соломкой Петрушку можно резать колечками Кто как любит Я люблю резать и петрушку, и морковку соломкой Разогрели сковородку Тоже положили Одну-полторы ложки подсолнечного масла И добавляем нарезанную петрушку и морковь Точно так же, как пассеровали свеклу Пассеруем и смесь петрушки с морковкой В данном случае я уже из-за времени нарезал петрушку колечками Хотя обычно нарезаю ее соломкой Продолжаем петрушку Помешиваем И морковь дает Любимый мною Золотистый сок Который красит и петрушку И конечно придаст необычайный золотистый цвет И нашему борщу В зависимости от того Сколько времени вы будете пассеровать Будете меняться цвет моркови Поэтому никогда не передерживайте И не пережаривайте ее Она тоже должна быть несколько полусырой Как и свекла Которую мы отставили Ну еще буквально 1-2 минуты И морковь Петрушка у нас готова Тем временем наше мясо варится Сейчас начинаем Нарезку капусты И чистку картошки Для третьей последней пассеровки Лука Мы от нашего количества Сливочного масла Берем буквально Чайную ложечку И нагреваем ее на сковородке На которую будем выкладывать Лук для пассеровки Помешиваем лук Не даем ему пригореть Ни в коем случае Ну и как вы уже обратили внимание У нас технологический процесс Состоял из пассеровки Трех видов продуктов Это свеклы Моркови С петрушкой И лука репчатого Причем все эти три продукты Пассеруются отдельно Пока варится мясо для борща У нас готовы основные компоненты Пассерованная свекла Пассерованная морковь с петрушкой Нарезанная капуста Кубиками нарезанный картофель Отпассерованный лук Ну и кроме того На закладку в конце У нас зайдет Один помидор Хотя мы Давали сок лимона Свеклу Для того чтобы она не теряла Свой цвет Ну и фишка у нас будет Остается мука И кусочек сливочного масла Потому что часть мы Его использовали Под жарки лука Но об этом в конце Кто досмотрит ролик до конца Основной продукт Мясо Кипит в кастрюле А я сейчас Добавляю Пассерованную свеклу Можно это делать сразу После ее окончания Пассеровки Но я обычно это делаю Перед непосредственно закладкой Для того чтобы Смесь томатной пасты Можно добавлять кетчуп Не потеряла Своего цвета Все перемешиваем Добавляем то количество Которое нам необходимо Вытаскиваем мясо Вместе с косточками Мясо мы сейчас попробуем Но оно уже готовое Вытаскиваем все косточки И таким образом У нас больше места Освобождается Для закладки Наших основных продуктов Все Мясо готово Оно легко Отделяется от косточек Я обычно мясо После того как оно остынет Нарезаю отдельно И подаю на стол Чтобы каждый мог взять Такой кусочек Какой ему нравится Пошла закладка картофеля Закладываем картофель Ну и Приблизительно Минут 15 Для его варки А минут через 5-8 Если капуста Не очень твердая Я делаю закладки капусты Для того чтобы она в борще Получалась хрустящей Обратите внимание Какой навар дали косточки А сам по себе Бульон не жирный И мясо как бы диетическое Молодая телятина Многие не любят Жирный борщ И поэтому Я стараюсь сделать его Именно по такой рецептуре Прошло буквально Несколько минут Мы закидываем капусту И после этого Наступит Очередь Свеклы И Морковки с петрушкой За капустой Закидываем Отпассированную Морковку И петрушку Варим приблизительно 5 минут На медленном огне Прошло еще 5 минут И Закидываем В свеклу После этого Тщательно Перемешиваем Порщ Не должен быть Жидким Бабушка Учила Что Он должен быть Густым Если поставить Вот так Вот не вот Ложку То ложка Должна Как бы Стоять Хотя Потом Доливается Немного Воды Горячей Нехолодной И Происходит Дальнейшее Доваривание Я не Ложу В борщ Лавровый Лист Потому Что Он все Таки Меняет Вкус Ну А Добавляю Туда Помидорчик Который У нас Припасен Для этой Цели Помидорчик Можно Разрезать На Несколько Частей Обычно На такую Кастрюлю Я Ложу Четыре Дольки Целого Разрезанного Помидора Ну И Как я Уже Говорил Для Пикантности Я Иногда Добавляю Если Этого Просят Родные А Возможно Это Любит И Не Каждый Я Добавляю Долечку Лимона Долита Горячая Вода И Добавляем Последний Из Ингредиентов Пассерованный Лук Тщательно Опять Все Перемешиваем Ну Ну И Осталась Последняя Фишка Для Окончательного Приготовления Борща Но Сначала Даем На Медленном Огне Покипеть Борщу Порядка 10 15 Минут Наш Борщ Кипит Он Уже В стадии Готовности Осталось Буквально Несколько Минут А Сейчас Я Перехожу К той Фишке Которую Обещал Вам Показать Это Зажарка Которую Делала Моя Бабушка И Эта Зажарка Придает Необычайный Вкус Борщу После Его Готовности Остатки Сливочного Масла Которые У нас Оставались И Мы Растапливаем Сливочное Масло Растапливаем Сливочное Масло И После Этого Добавляем Муку И Тщательным Перемешиванием Не допуская Ее Пригорания А Доведя До Кремового Золотистого Цвета Мы Приготовим Зажарку Для Нашего Борща Итак Высыпаем Муку Равномерно Здесь Главное Уловить Тот Момент Когда Она Из Белой Превратится Смесь Смесь Золотистого Цвета Благодаря Поджарению Конечно И Сливочному Маслу Теперь Мы Берем Жидкость Из Борща И Добавляем Ее Нашу Смесь Половника 4-5 И После Этого Тщательно Размешиваем Размешиваем Чтобы не было комков Контролируем этот процесс На слабом огне Этот момент Очень ответственный К нему нужно Отнестись Серьезно Спокойно И терпеливо Несколько минут На медленном огне Перетираем Зажарку Чтобы не было Комков После того Как Будет Готова Наша Зажарочная Смесь Она Соединяется С борщом Мы Вводим Борщ Заключительный Этап Нашу Зажарочную Смесь Мы Соединяем С борщом И после этого Наш борщ Перемешиваем Половником Ну кому удобно Половником Кому удобно Деревянной ложкой Я обычно Перемешиваю Половником Итак Закрываем Наш приготовленный Борщ Закрываем Крышкой 5 минут На медленном огне И выключаем Прошло 5 минут Выключен Огонь Наш борщ Готов Теперь мы ему Дадим Настояться Борщ Всегда вкусный На второй день Он настоялся И обладает Совсем другими Вкусовыми Качествами Внимательные Зрители Наверное Заметили Что я Его не солил Поскольку Считаю Что каждый Из тех Кто будет Его пробовать Солит сам По своему Вкусу Снова Здравствуйте Дорогие Друзья Прошло Некоторое Время Наш Борщ Настоялся Мы Его Разлили В посуду Кто-то Любит С белым Хлебом Кто-то Любит С черным Хлебом Украсили Его Зеленью Порционные Кусочки Мяса Выложены Также В тарелку И Добавлена Сметана Таким Образом Наш Классический Борщ Готов Мы Рады Если Вы От Нас Рецепт Этот Возьмете Попробуйте Приготовить Также Возможно С какими Нибудь Добавками Желаем Всем Здоровья И Приятного Аппетита До новых Встреч Редактор субтитров